Сегодня мы с вами будем рассматривать дательный падеж. Дательный падеж стоит в таблице по счету в третьем ряду. Дательный падеж. Послушайте стихотворение. Я называюсь дательным, работаю старательно, кому отдать, к чему призвать, лишь только я могу сказать с предлогом «ка» и «подружу», но и один гулять хожу. Значит, дательный падеж всегда в предложении употребляется с предлогами «ка» и «по». Значит, дательный падеж отвечает на вопросы к живым кому, неживым чему, куда и где. Дальше. Дательный – это значит «джоналешкелешеге», «каирге», «кимге», «немаге», «савалеге», «джавапирыб», «осхолече», «кушумчаларблан», «гебларда», «талафуз», «каланада». Итак, мы с вами должны хорошо запомнить систему падежей. Без знания системы падежей в современном русском языке не обойтись. Нужно знать, что такое падеж. Также надо запомнить вспомогательные слова. Умение правильно склонять существительные – это одно из важных условий для грамотного и устного общения. Например, мы с вами должны знать такую таблицу, что именительный – это имя, родительный – рождение, дательный – делиться, винительный – винить, творительный – творить, предложный – то есть предлоги. Итак, дательный падеж отвечает на вопросы живым «кому?», например, «дарю кому?», «маме». И неживым предметом отвечать на вопросы «чему?», то есть «дарю чему?», «солнышку». Значит, в этом данном предложении, в обеих предложениях, дательный падеж приходится без предлога. Значит, мы должны с вами запомнить, что дательный падеж всегда употребляется с предлогами «по» и «ка». Итак, название дательного падежа употребляется в сочетании с глаголами, которые обозначают действие по отношению к данному предмету, то есть «дать кому?», «чему?». Само название дательный говорит, что это слово связано с глаголом «дать». Димей. Само название дательного падежа употребляется в сочетании с глаголом «дать». Значит, у каждого падежа в русском языке есть свои функции, так как и у дательного падежа тоже есть свои функции. То есть мы используем дательный падеж в ситуации, когда у нас есть адресат, когда мы говорим о возрасте, когда мы говорим о состоянии и о сфере. Например, адресат – одно из главных функций дательного падежа. Если мы хотим дать книгу, то непременно мы знаем человека, то есть адресата, которому мы хотим дать эту книгу. Например, ты позвонил Ивану Алексеевичу, мы говорим, да? Например, Мария написала письмо кому? Своему русскому другу и так далее. Например, у нас есть Аня и Антон. Аня и Антон пишут смс-сообщение по телефону, то есть они общаются. Значит, Антон пишет письмо кому? Ане. В данном случае Аня у нас адресат. Кому Аня пишет? Аня пишет Антону, а в данном случае у нас адресат Антон. Итак, рассмотрим следующий пример. Значит, папа помог кому справиться с домашним заданием? Папа помог сыну. Правильно, ставим вопрос кому. Ира подарила цветы кому? Подарила кому? Маме. Значит, будем ставить слово маме. В обеих случаях мы ставим одушевленным предметом, ставим одушевленный вопрос кому. А это слова, которые вам надо запомнить. Это глаголы в дательном падеже. В обеих и в совершенном и в несовершенном виде глаголы в дательном падеже отвечают на один и тот же вопрос. Дальше мы с вами поговорим о возрасте. Вторая форма дательного падежа. Когда мы говорим о возрасте, то есть субъект всегда принимает форму дательного падежа. Например, сколько тебе лет? Моей сестре 15 лет. Сколько ей лет? Мы говорим о женщине, поэтому говорим ей. И говорим вопрос, сколько ей лет? Дальше. Когда мы говорим о возрасте, всегда мы говорим в дательном падеже. Например, сколько ей лет? То есть мы говорим о девочке, да? Значит, ей 15 лет. Или если говорим о мальчике, ему. Ему сколько лет? Ему 15 лет. Дальше. Когда мы используем возраст в словах, мы должны с вами знать личные местоимения. И надо запомнить эту таблицу. Я – мне. Ты – тебе. Он – ему. Она – ей. Оно – ему. Мы – нам. Вы – вам. Они – им. Вы должны запомнить. Они нужны вам при составлении предложения. И дальше. Эта таблица вам поможет при употреблении, когда вы говорите о возрасте. Например, 1, если мы говорим о слове год. Если мы будем говорить, употреблять 2, 3, 4, это будем говорить о года. Года. Дальше. После. С 5 мы говорим 5 лет. А после мы уже будем говорить лет. Дальше. Третья функция дательного падежа. Когда дательный падеж употребляется с предлогом по. То есть по может обозначать средства коммуникации. Например, мы говорим. Дательный падеж употребляется с предлогом по. Менеджер по работе с клиентами. Или менеджер по персоналу. И так далее. А это таблица. Когда дательный падеж употребляется. То есть образует форму. Образует форму дательный падеж в трех родах. В мужском роде, женском и среднем роде. Вы эту таблицу можете себе записать. То есть какие же окончания в мужском роде, в женском она и в среднем роде. Вы можете себе записать и запомнить. Без сезблан. Бегенге дарсли емазна. Ученче падеж датимны. Джоналыш келешеге хақыда геплашти. Видео и чедеге малуматлар. Агар сезге йоқ кем болса. Видео йоқты деп. Подписаться болешни. Унютмай. Хамды коментариде. Озингезне тәкліфлерингезне. Йозып колдарин.